Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня в нашем уроке мы затронем таких три момента. Что означает сама тема нашего урока «Приношение для Иисуса»? Мы вернемся к вопросу приношений и разберем, что такое богослужение, вообще из чего оно должно состоять. Но перед этим несколько моментов или вопросов, которые связаны с прошлым уроком. Потому что много писали, много интересных моментов задавали. И мы обязательно их затронем. Первое. Четыре выпада, которые написал один зритель. Он говорит, что в Библии денежной десятины не существует. Второй момент. Он говорит, что в Библии ежемесячной десятины не существует. Я хочу одним стихом сразу на оба выпада ответить. Луки, 18 глава, 12 стих. Я когда смотрю еще Елизаветинскую Библию, это 1751 года, фарисей в храме говорит такие вещи. Он говорит, пощусь дважды в субботу. Я не знаю, как он это делал. И дальше он говорит, десятину даю из всего, что приобрету. Заметьте. Он говорит, это каждую субботу и дает десятину из всего. Деньги в том числе. Третий момент. Он говорит, в Библии десятины в процентах не существует. Конечно, там нет каких-то процентов, но все в то время и сейчас тоже знали, что понятие десятина, кстати, если говорить о процентах, она всегда была намного больше. Четвертый выпад. Он говорит о том, что новозаветних левитов не существует. Я советую обратить внимание не на то, что это были люди из такого колена, а чем они занимались. Библия говорит о том, что это были служители, просто низкого духовного сана. В Новом Завете, кроме апостолов, были разные саны служителей. Епископ 1 Тимофея 3.2, диакон 1 Тимофея 3.12, служитель 1 Коринфянам 4.5. Кстати, Аполлос не был апостолом, но он упоминается как служитель. Дальше Библия говорит, учителя, управленцы, пророки, помощники в служении. И что по этому поводу пишет Павел? 1 Коринфянам 12.38. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, иным дал дары чудодейственные, также дары исцелений, вспоможений, управления и разные языки. И после этого у меня вопрос к зрителю, который написал это. Вы что, выступаете против Божьего принципа? Вообще, вы выступаете против церковной организации, которая по этим библейским принципам живет? Или вы вообще выступаете против Бога? А здесь конкретно речь идет о Святом Духе в этой главе, который вот это все организовал. Второй вопрос. Это по поводу того, что вы пишете. Почему-то вы сделали вывод о том, что десятину можно давать из остатка. После того, как вы оплатили коммунальные, и кто-то сильно этим возрадовался. Я такого не говорил. И это вообще не по учению Библии. Я говорил о том, что сначала человек отделял начаток, и он принадлежал Господу. И он не являлся платежами куда-то или коммунальными расходами. А потом, вот этот остаток после начатка распределялся, из которого отделялась конкретно десятина. Третий вопрос. Начатки сегодня. Вот вы спрашиваете, как сегодня решается вопрос начатков? Я понимаю, Палестина в то время была аграрной страной. И там этот вопрос решался очень просто. Как это должно работать сегодня? Я беру пример нашего региона, там, где мы живем. К примеру, человек получает пенсию, ну это наличными 10 тысяч рублей. Могут выдать двумя банкнотами по 5 тысяч, но он все равно их будет менять, или много купюрами поменьше. И вот что происходит? Сразу же, как только человек получил эту стопочку денег, у него на руках есть купюры. И он может выбрать самые новые, самые чистые, не мятые, не писанные. Это его начаток. Он это отдает Богу. Это зависит полностью от расположения сердца. И потом он начинает отделять с остальной суммы, вот с этого остатка, десятину для Господа. Если это происходит в электронном варианте, то же самое. Когда он получил в банкомате, он отделяет новые купюры, как начаток, а потом уже отдает десятину. Начаток, как и десятина, шел только для служителей. И он распределялся, как и десятина в доме-хранилище, между служителями. Поэтому сегодня, если вы приносите Богу, вы подписываете, что это у вас начаток, когда кладете средства в сокровищницу. Четвертый момент. Очень много мне написали на эту тему, говоря, что десятина в Новом Завете, о ней не говорится. Да, я признаю, что в Ветхом Завете много и часто говорится о десятине. А как быть тогда в Новом Завете? Я хочу сказать интересную новость для вас. Дело в том, что в Новом Завете тема о десятине вообще не была актуальна. Потому что в то время там был совершенно другой подход к средствам и имуществу верующего. Вот апостол Петр прямо в глаза говорит Христу, мы оставили все. Когда мы читаем за Матфея, Библия говорит, когда его Христос позвал, он встал и оставил все. Богатому юноше тоже предложено было продать все. В Деянии написано, Варнава продал всю землю. И еще одна история за Ананию Сапфиру. Библия говорит о том, что они продали, но там была махинация, но они продали. То есть о чем идея? Во вторая глава Деяния описывают верующих в апостольской церкви, которые имели все общее, продавали имение, всякую собственность. Они ничего не считали своим. Поэтому для них речь о Десятине вообще не шла. У них стоял вопрос полного посвящения Богу. И неважно это что – имущество, недвижимость, сам человек. Пятый момент. Вопрос Десятины до Авраама. Когда я смотрю на этот момент по Библии, Библия говорит четко, что законы об этом были, но они были просто устные, и о Десятине в том числе. Бытие 26.5. Возникает вопрос, а кому и как они отдавались, если левитов не было или священников? Вообще, сам принцип Десятины был в следующем. Вот эта Десятина, она принадлежала к Господу, и поэтому человек ей не пользовался. Если это было животное, оно приносилось в жертву. Кстати, Авель как раз это и делал перед тем, как убил его брат. Если само животное было нечистым, то ему просто ломали шею. Но идея, что нельзя этим было пользоваться. Исход 13 глава, 13 стих в Синодальном почему-то убрали эту идею. Но там четко написано, ломали шею, если осел там или лошадь. Если это были плоды или хлебное, то это сжигалось. Но человеку оно не принадлежало, он не имел права этим пользоваться. И шестой вопрос, который тоже возникал с того, что вы мне писали. Если человек принес начатки Богу, они говорят, тогда Десятина была меньше. Возьмите, пожалуйста, ручку и бумагу, и вы обнаружите, что это никогда так не было. Все равно посвящалось Богу никак не меньше Десятины. Вот сложите начаток и Десятину. Оно никогда меньше не будет. Но это мы немножко коснулись того, что вы писали по поводу предыдущего урока. И по поводу тех мыслей, которые вы пишете в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все материалы, как всегда, на сайте Свиток и в нашем Телеграм-канале. Теперь у нас следующий урок, тоже с интересным названием. «Приношение для Иисуса». Вроде все просто, но это на первый взгляд. Давайте прочитаем основной стих, который нам предлагается на этот урок. Это 115-й Псалом с 3 по 5 стих. Вот если вы внимательно рассмотрите этот отрывок, вот эти три стиха, то вы видите очень много интересного, на которого вы почему-то не обращаете внимания. Причем такого, что прямо в тексте говорится, а мы этого почему-то не видим, не хотим замечать. Во-первых, эти слова пишет верующий человек. Это тот, пишет, кого Бог спас в свое время. Но этот человек проигнорировал этот опыт. Он ушел от Бога. Может быть, даже далеко, как меньший блудный сын. Но Бог снова и снова продолжал над этим человеком работать. И добивается, наконец, отклика. И этот отрывок говорит, что человек снова согласен оценить все сделано Богом. Там фраза такая, поднимает в чашу спасения. Она была брошена. Дальше. Он начинает налаживать отношения с Богом. Молится, дает обеты, выполняет. Причем все это публично. Вот здесь мы видим, он говорит о своем опыте падения и повторного спасения. И как благодарность он желает выяснить у Бога, в чем эта благодарность может быть выражена сейчас с его стороны. Фактически весь этот урок соответствует основному стиху и опыту большинства из нас, верующих людей. И вот сама тема урока. Вы еще не забыли, как называется тема урока? Приношение для Иисуса. Давайте разберемся в значении этих понятий. Вот когда вы слышите слово такое приношение, вообще в Библии, вот что это такое? Какие ассоциации возникают в вашем понимании? Я приведу несколько вариантов. Оброк, обязанность, поборы, нужно, благодарность, от избытка. Вы замечаете, здесь крайне полярные взгляды на одно и то же слово. И возникает вопрос, а от чего это может зависеть? Я бы хотел сравнить два отрывка из Библии, чтобы найти ответ на этот вопрос. Возвращаемся к памятному стиху. Я прочитаю только третий стих. Чем отплачу я Господу за его доброту ко мне? Это первая позиция человека. Он оценил, что сделал Бог для него, и он хочет как-то отблагодарить. Прочитаем вторую позицию. 25 глава Матфея. Мы читаем с 24 по 25 стих. Затем к нему подошел тот, кто получил один мешок и сказал. Господин, я знаю, что ты человек жестокий. Ты собираешь урожай там, где ничего не посадил, и жнешь там, где не сеял. Я боялся тебя, поэтому я пошел и закопал мешок серебра в землю. Вот, возьми то, что тебе принадлежит. Это вторая позиция человека. Вот смотрите, в первом случае человек уже имеет отношение с Богом. Он его хорошо знает, но он пытается хоть как-то выразить свою благодарность за всю доброту, любовь Бога, который постоянно дает ему жизнь, спасает и находится с самим человеком. А вот во втором случае Бог для человека жестокий, требовательный, и поэтому отношение к Богу со стороны человека вот с таким страхом, дистанционно. И заметьте, от этого именно и зависит то, что человек принесет. Вот в первом случае это радость, благодарность. Во втором случае это оброк, обязанность, еще один побор. Вот какие еще приношения мы не упомянули до этого в наших разборах о теме о финансах? Есть еще один интересный вид приношения, который присутствует в нашей церкви и с определенным названием. Его в Библии нет. Интересное название. Его называют день рождения или дары дня рождения. Что это за приношения и куда идут эти средства? Когда мы открываем церковное руководство, мы читаем такие вещи. Все пожертвования субботней школы предназначены для поддержки работы миссионерских полей и обязаны полностью передаваться к казначею конференции. Эти фонды включают регулярные еженедельные пожертвования субботней школы, пожертвования 13 субботы, пожертвования в фонд развития субботней школы и благодарственные дары дня рождения. Каждый из этих сборов приходит в качестве отдельного фонда финансовой системы общины. Фонды миссии распределяются в соответствии с положением рабочего курса и не должны оставаться в местной общине или конференции. Вторая фраза в теме урока называется «Для Иисуса». Вот сразу, о чем это говорит нам? А это вытекает из того, кто он для меня. Если он творец, спаситель, у меня одна позиция. Если он для меня жестокий и требовательный, другая позиция. То есть у нас два разных отношения к дарам. Именно из-за того, как мы понимаем, кто он для меня. Другими словами, если Христос для меня творец и спаситель, кстати, это тоже две причины для соблюдения субботы, тогда у меня даже не возникнет вопроса, а сколько мне принести ему в дар? Я ему вечно обязан, всем. Но если для меня Христос жестокий, требовательный, то для всего у меня уже есть калькулятор, и я тут же начинаю подсчитывать. На тебе твое, и больше ко мне никаких претензий. Мы живем дальше автономно. И здесь в названии нашего урока главное – это сам мотив, с которым мы приносим эти приношения. Я хотел бы один отрывок прочесть именно об этом. Первое прополменон, 29 глава, 14 и 16 стих. «Все эти вещи пришли не от меня и от моего народа. Все эти вещи от Тебя пришли. Мы только возвращаем Тебе то, что получили от Тебя. Господи, Боже наш! Мы собрали все эти вещи, чтобы построить Тебе храм. Мы построим этот храм в честь имени Твоего. Но все это получено от Тебя. И все принадлежит Тебе». Второй момент, о котором мы поговорим в нашем уроке – это приношения. Наше пособие говорило о наименованиях приношений, как благодарность. Мы там в уроке вспоминали случай с Марией, которая помазала Христа маслом. Потом приношения по обету или целевые приношения. Это как в случае с Корнилием, когда он выделял средства для бедных. Но в седьмом уроке мы еще к нему вернемся. Или случай, когда Христос обратил внимание на женщину, положившую две монетки в храме. Мы не будем вот эти моменты затрагивать в нашем разборе. Мы подойдем немножко с другой стороны. И вообще, для чего приносились дары? Давайте прочитаем отрывок с Левит, 22 глава, 18 стих. Бог говорит «Скажи Аарону, его сыновьям и всему народу Израиля, может быть, житель Израиля или чужеземец захочет принести приношения, дав особое обещание или потому, что он хочет принести особое жертвоприношение». Вы заметите одну вещь. Когда сам человек что-то пообещал Богу, или это обед, от него никто этого не требовал, в законе это не было прописано. Это было решение самого человека. И вот когда человек хочет что-то принести, может даже принести сверх, как какую-то особую жертву от себя лично. И неважно, это еврей или вообще с другой национальности. Конечно, можно продолжить наше размышление, задав еще один вопрос. Какая причина? Зачем приносить дары? Вот как мы можем ответить на этот вопрос на основании Библии? Я бы хотел привести несколько причин. Значит, первая причина. Третье царство, 17 глава, 21 стих. Илья вышел перед всем народом и сказал, «Когда же вы, люди, решите, за кем вам следовать?» «Когда же вы, люди, решите, за кем вам следовать?» «Если Господь истинный Бог, то следуйте Ему. Если Вал – истинный Бог, то следуйте Ему. Но народ ничего Ему не ответил». Первая причина. Только тогда, когда вот здесь мы признаем Христа как своего Господа. Кстати, Вал тоже означает Господин. Здесь идет речь о полном признании владычества Христа над всем в нашей жизни. Вот тогда и приношение является актом признательности. Вторая причина. 99-й Псалом, 3 стих. «Знайте, что Господь – Бог. Мы – творение Его, мы – народ Его, мы – овцы пастбища Его». Вторая причина только тогда, когда мы признаем сам факт, что Он – мой Творец. Вы знаете, сегодня это очень большая проблема, даже в среде адвентизма, к сожалению. Это вторая проблема или причина приносить дары. Третья причина. Исайя, 25 глава, 9 стих. «И скажут тогда люди, вот Он, Бог наш, мы ждали Его, и Он спас нас. Он – Господь, которого мы ждали. Возликуем же и возрадуемся, что Он спас нас». Третья причина – это когда мы лично пережили, что Бог меня спас, что Он для меня реально спаситель. Тогда я приношу дары для Него. Четвертая причина. Исайя, 9-6. А вот этот текст очень интересный. «Это все будет, когда родится ребенок, Богом данный нам Сын, который станет поводырем, и назовут его Чудотворный Советник, Бог Всемогущий, Вечный Отец, Князь Мира». Знаете, когда во всех этих четырех сферах имена будет давать не кто-то, а я сам. Потому что я сам это четко пережил, понял. Это мой опыт. И даже когда возникают вопросы, а зачем приносить, сколько приносить, чего приносить, у меня этого не будет. Снова хочется вернуться к вопросу приношения. И нам нужно посмотреть теперь на качество того, что мы приносим Богу. Вот какие дары должны приноситься Богу? Я выведу ссылку на экран, но текст прочитаю весь. Потому что там, в этом отрывке, Бог с таким черным юмором описывает ситуацию, которая происходит в этом вопросе в своем народе. И я бы хотел, чтобы мы обратили на это свое внимание. Этот отрывок записан в Малахии, 1 глава, с 8 по 14 стих. Для приношения жертвы вы приводите слепых животных. Вы приводите хромых и больных животных. Плохо это. Попробуйте отдать этих больных животных в подарок вашему правителю. Примет ли он такие подарки? Нет, он не примет такие дары. Так сказал Господь Всемогущий. Священники, вам следует попросить Господа помиловать вас, но он не станет вас слушать. И во всем этом ваша вина. Все это сказал Господь Всемогущий. Конечно же, некоторые из ваших священников могли бы закрыть ворота храма и правильно зажечь огонь. Я недоволен вами и не приму ваши дары. Так сказал Господь Всемогущий. По всему миру люди чтут мое имя, и по всему миру люди приносят мне добрые дары. Они жгут фимиам мою честь, потому что велико имя мое для всех этих людей. Так сказал Господь Всемогущий. Но вы не почитаете мое имя. Вы говорите, что трапеза Господа нечиста. Вам не нравится пища с этого стола. Вы понюхаете ее и отказываетесь есть. Вы говорите, что она плохая, а потом вы приводите ко мне хромых, увечных, больных животных и пытаетесь дать их мне как жертвоприношение. Но не приму я от вас этих больных животных. У некоторых людей есть хорошие животные, самцы, которых они могли бы принести в жертву. Но они не отдают мне этих хороших животных. Некоторые люди приносят мне здоровых животных, а сами тайно обменивают их на больных. И тогда приносят мне горе таким людям. Ибо я царь великий, и люди по всему свету чтут меня. Так сказал Всемогущий Господь. И знаете, когда я прочитал этот отрывок, посмотрите, что происходит в этом вопросе. И это все из-за мотивов, которые имеют люди, приносящие такие в кавычках дары. Смотрите, у скупого – это слепое, хромое, больное речь о животных. Если говорить о купюрах сегодня, то это мятое, порванное, клееное, обрисованное. То есть там, где вообще не принимают. Или вообще какая-то мелочь, которая просто вам рвет карман. У щедрого – это хорошее, это здоровое животное, самое лучшее. Если говорить о купюрах, то это новое, хрустящее. Это он дает Богу. И какой результат? Вы смотрите, у скупого – Бог не принимает такого дара. Таких людей Бог вообще не слышит. Это если мы берем вопрос молитв. Потому что во всем этом Бог не почитается. И вот этим «даром» люди вообще глумятся над Богом. Еще потом что-то от Него хотят поиметь. У щедрого Бог не только принимает такие дары. Он слышит их молитвы, Он милует их. Но еще и публично благословляет таких приносящих. Вообще, когда мы читаем Библию, как-то многие идеи ускользают от нас. И в этом случае тоже. Я бы хотел прочесть небольшой отрывок, который как бы немножко расширит наше представление о приношениях. И это не касалось десятины. Причем это четкое указание Бога по этой теме. Давайте прочитаем в Иезекииле в 45 главе. Мы будем читать с 13 стиха. Вот как вам следует делать приношения. Пшеницы – одну шестидесятую часть от вашего урожая. Ячменя – одну шестидесятую часть от вашего урожая. Оливковое масло – одну сотую часть от урожая ваших деревьев. Установленной мерой будет бат. Десять батов равны одному хомеру, а также одному кору. Овец – одну из каждых двух сотен овец с пастбищ Израиля. Все это для хлебных приношений, жертв всесожжения и жертв примирения, чтобы очистить народ, возвещает владыка Господь. Пусть весь народ страны примет участие в этом приношении вместе с вождем Израиля. Заметьте, четко в процентном плане расписано все конкретно. Если это зерновые – одну шестидесятую от вашего урожая. Если масло – одну сотую от урожая. Овец – одну из каждых двух сотен. Я понимаю, что это Палестина, это аграрная страна, и там четко в этом вопросе все было расписано. Но каждый из нас может попробовать это и посмотреть, исходя из сегодняшних реалий. Вы попробуйте это просто спроецировать, вот этот принцип, на свою сферу жизни. Это будет ваш дар Господу. Давайте, если уж на то пошло речь, рассмотрим это со всех сторон, этот вопрос. Шестнадцатая глава Второзакония. Мы читаем шестнадцатая стиха. Пусть трижды в год все мужчины приходят на встречу с Господом, Богом твоим, на святое место, которое он изберет. Пусть приходят в праздник пресных хлебов, в праздник Пятьдесятницы, в праздник кущи. Каждый, кто приходит на встречу с Господом, пусть принесет дар. И каждый пусть дает, сколько может, смотря по тому, сколько Господь дал ему. Вот когда я читаю эти стихи, давайте посмотрим просто принцип, о котором здесь говорит Господь. Вот всякий раз любой человек, который идет на встречу с Господом, это в церковь, Библия говорит, он должен приносить с собой дар. Какой? Читаем чуть выше, в этой же главе. И празднуй праздник недель, там идет речь о Пятидесятнице. В честь Господа, Бога твоего, приноси ему особый дар, какой захочешь, и решай, сколько дать, смотря по тому, чем благословил тебя Господь, Бог твой. Заметьте, это принцип. Это все зависит от того, как вы лично оценили, что Бог вам дал. Фактически, это дар, как бы материальное спасибо Господу. И в этом случае человек сам решает, сколько и чего принести Господу. И снова и снова мы видим, что все упирается в мотив. 4 Царств 12.4 Иоск сказал священникам, в храме Господа много денег. Народ приносил вещи в храм Господа. Люди платили налоги, когда их пересчитывали, или давали деньги просто потому, что хотели дать. Заметьте, вещь одна. Люди сами, приходя на встречу с Богом, хотели дать и давали. И это не только в Ветхом Завете. Посмотрите, как это было в Новом Завете. Кстати, об этом писали в комментариях, но я снова к этому возвращаюсь. Второе Коринфянам мы читаем в 8 главе. Я свидетель того, что они добровольно жертвовали все, что только могли. И даже сверх того, они сами обратились к нам и настойчиво просили, как о великой благодати, позволения помочь святым. То, что они сделали, превзошло все наши ожидания. Ведь они даже самих себя отдали прежде всего Господу, а затем по воле Божьей и нам. Я вам советую поступить так. Закончите то, что вы начали в прошлом году, как это полезно вам самим. Ведь вы не только первыми начали это дело, но первыми и замыслили его. Так и при завершении дела проявите то же усердие, что вы проявили при его замысле. Давайте столько, сколько позволяет вам достаток. Главное, чтобы было желание. И тогда ваш вклад будет оценен Богом, который желает, чтобы вы давали из того, что у вас есть, а не из того, чего у вас нет. Ну, мы немножко поговорили о мотивах, но нужно все-таки коснуться и качества дара, который мы приносим Господу. Вы посмотрите, как это с черным юмором описал Бог реальность того, что сейчас происходит в этом вопросе. Теперь мы прочитаем книгу пророка Амоса. Четвертая глава. Четвертый, пятый стих. Бог говорит, идите в Вифиль и грешите. Идите в Гилгал и грешите еще больше. Приносите ваши жертвы каждое утро, ваши десятины каждые три дня. Сжигайте квасной хлеб, как жертву благодарения. И кичитесь своими добровольными приношениями. Хвастайтесь ими, израильтяне. Вам же нравится это делать, возвещает владыка Господь. Меня поражает этот отрывок. Если мы все это делаем для публики, на показ, для пиара, оно не надо. Я хочу один пример рассказать. Интересный пример. Это произошло в одной московской общине, одной протестантской динаминации. Вот по проходу идет человек и собирает приношения. Он с такой широкой корзиночкой, и вот приходит к каждому и по ряду передает денежки. И вот один человек с краю берет и ложит одну купюру в пять тысяч рублей. Этот сборщик, это мужчина, брат, говорит, возьмите сдачу. А этот человек говорит, не надо, мне не надо. А этот сборщик уже громче говорит, тогда возьмите и эту купюру, она и Богу тоже не надо. Снова вернусь к книге пророка Амоса. Пятая глава. Мы читаем дальше, с 22 стиха. Пусть вы и приносите мне всесожжения и хлебные приношения, я не приму их. Пусть вы приносите лучших животных в жертву примирения, я их не одобрю. Удали от меня шум песен твоих, я не стану слушать мелодию твоих арф, но пусть правосудие течет, как река, праведность, как непересыхающий поток. Заметьте одну вещь. Очень важны отношения, как с Богом по вертикали, так и отношения по горизонтали. Богу не нужны наши приношения и показная набожность, если у нас и с ближними не все в порядке. И третья мысль, которая затрагивается в нашем уроке и надо ее поднять, это вопрос богослужения. И здесь нам нужно рассмотреть вообще, что это такое богослужение. Дело в том, что слишком многие верующие не понимают не только значение самого слова, но и того, что должно происходить на самом богослужении. Почему-то некоторые люди считают, что богослужение – это когда люди приходят в церковь и служат Богу. Ну там свечку поставил или денежку заплатил. Нет. Другие считают, что богослужение – это когда Бог служит людям. Вот крайне полярные мнения. Но я хотел бы сказать, что обе стороны правы, потому что присутствует фактор и служение Бога людям и людей Богу. Давайте посмотрим, вот что ожидается с нашей стороны. Первая книга Хроник, 16 глава, мы читаем такие слова. «Прославьте Господа великолепие, окажите имени Его почет и приношения свои Ему несите. Поклоняйтесь Господу в красоте Его святой». Мы видим, две вещи здесь затрагиваются. С нашей стороны ожидается поклонение и я должен принести дары. Это на мое усмотрение. 115-й Псалом, с 7 по 9 стих. «Я истинно Господь, твой раб. Я раб твой, сын твоей рабыни. Ты от цепи освободил меня. Я жертву благодарности воздам и призову Господне имя, исполню все мои обеты перед Ним, перед лицом Его народа». Опять же, человек приносит жертву благодарность. Это как материальные, так и устные. Это публичное исполнение обетов. Это тоже личные побуждения человека. И публичное прославление Бога. Это и пение, и молитва. Это мы поговорили, что со стороны человека на богослужении ожидается. А что ожидается со стороны Бога на этом же самом богослужении? Читаем Иова, 36-я глава. «Он воду с земли собирает, превращает во влагу, и она опадает дождями. Господь использует их для того, чтобы управлять народами и всех их накормить». Интересный текст. Бог обещает окармливать людей, как духовно, так и физически. Еще один текст. 54-й Псалом. Мы читаем 23-й стих. «Обороти свои страдания к Богу. Он поддержит тебя. Он крушение праведника не допустит». Бог со своей стороны обещает поддержку человеку. Давайте посмотрим вообще на то, как сам Бог смотрит на то, что вообще мы делаем в этом вопросе лично перед Ним. Вот люди пришли на богослужение. На поклонение Богу. Второе Коринфянам, 8-я глава, 12-й стих. «Ибо если даете сорвением, то Бог примет ваш дар, глядя на то, что вы имеете, а не на то, чего не имеете». Интересный отрывок. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели еще, что говорит Дух Пророчества по этому вопросу. Бог принимает пожертвования от людей не потому, что он нуждается в них или не в состоянии обрести без них богатство и славу, но потому, что отдавать Богу Божья в интересах его рабов. Он примет добровольные пожертвования смиренного, раскаянного сердца и вознаградит дарителя обильными благословениями. Он принимает их как благодарственную жертву послушания. Он требует от нас и принимает наше золото, серебро, как доказательство того, что все, что мы имеем и все, что мы собой представляем, принадлежит Ему. Без чистой любви самое дорогое приношение слишком бедно, и Бог не может принять его. Это свидетельство Церкви, 2-й том, 652-653-я страничка. Я в конце хотел бы прочесть очень короткое стихотворение. Мне оно случайно попало. Я даже не знаю, кто автор этих слов, и я его не буду весь считать. Но вот эти короткие слова, они как-то созвучны нашей теме. Когда в молитве клонит в сон, знать враг еще не побежден. Нет ни волнений и ни слез. Ты пробуди меня, Христос! Когда полон суетной и занимаюсь ерундой, То видеть твой хочу чертог. Поговори со мною, мой Бог. А если жадность в сердце села, А до нее мне нет и дела, Решив, что скупость не порог, Ты вразуми меня, пророк. И плоть на душу восстает, Вперед ути мне не дает, И чтоб мне справиться с собой, Ты помоги мне, Боже мой. Вот пусть эта молитва будет услышана Богом И отвечена им для каждого из нас. Пишите, задавайте вопросы, Реагируйте на мысли, которые поднимаются в уроке. До новой встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова